Самая благоприятная среда питания туристов – лес и многочисленные препятствия. Преодолевать непроходимые чащи, пересекать подвесные мосты, идти по канату над пропастью – их излюбленное занятие. Ученики первой школы туристические маршруты осваивают уже 4 года подряд. Конечно, это упрощенное задание, без риска для здоровья. Но идти над воображаемой пропастью по шарько-веревочной переправе все равно сложно и страшно. Все испытания уже прошла. Самое сложное? Ну, вот это вот. Боишься, так прям трясешься, боишься упасть. Станешь кем-нибудь там по горам, будешь лазить, будешь вспоминать, как лазить. В туристическом слёде принимают участие ученики всех классов, а это более тысячи человек. Каждый турист должен пройти 10 этапов. Один сложнее другого. Попасть точно по мишене из ружья, правда, не пулями и окраской, может только опытный стрелок. Испытать себя на меткость решаются даже педагоги. А пройти паутину, не запутавшись в сетке, которая и правда будто сплетена огромным пауком – самое интересное задание, которое таить в себе подвох. Тур-слёд проходит у нас в рамках Дня здоровья. Это традиция уже нашей школы. Четвертый год подряд мы приходим сюда в большом количестве, в большом составе. И таким вот образом происходит соревнование в рамках этой акции, где дети своего образа оздоравливаются. Те, кто прошел все испытания, могли согреться горячим чаем и даже потанцевать на импровизированной танцплощадке. По итогам этого слёта в школе будет назван самый лучший туристический класс. Кстати, тур-слёт – не единственное мероприятие в рамках Дня здоровья. Ежедневно в школу города проходят спортивные соревнования, конкурсы и лекции о здоровом образе жизни.